Рикошет! Программа Рикошет по-прежнему в эфире телеканала Артина, также Дэвидсон Радио. Продолжаем. По следам акций и протеста, митинги в поддержку Алексея Навального, прокатившиеся по стране после его возвращения и посадки, собрали огромное количество человек. Число людей на улицах Москвы и Санкт-Петербурга исчислялось десятками тысяч. В Якутске манифестантам не помешала температура в минус 40 градусов. По данным правозащитного портала ОВД-Инфо, 31 января по всей России задержали как минимум 5600 человек, из них 1315 в Петербурге. Среди них оказался инвалид по слуху Евгений Агафонов. Петербуржец утверждал, что в митинге не участвовал, он не слышит и почти не говорит. Однако это не помешало суду оштрафовать его за выкрикивание лозунгов и невыполнение требований полицейских, которые через громкоговоритель призывали демонстрантов разойтись. Среди материалов, поступивших в суд из полиции, был протокол об административном правонарушении. В нем говорилось, что Агафонов, дальше цитата, в составе группы лиц участвовал в несогласованной акции на Адмиралтейском проспекте и вместе с другими демонстрантами скандировал лозунги «Свободу Навальному». «Мы здесь власть, перемен, Путин вор, долой царя, свободу политзаключенным», при этом якобы игнорируя требования полицейского, который неоднократно публично и доступно с использованием звукоусиливающей аппаратуры просил собравшихся прекратить акцию. Еще раз напомним, Агафонов немой и глухой. В Москве закончились места в спецприемниках для админзадержанных, арестованных по административным статьям манифестантов, попытались разместить в спецприемнике для депортируемых иностранцев. Собственно, один из таких расположен в деревне Сахарова, это в городской черте российской столицы. Свидетельства адвокатов, побывавших там, многих шокировали. По 30 человек содержат в камере на 10. Спать им приходится по очереди. Постельного белья не хватает на всех. Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах страны. Причем репрессии коснулись не только демонстрантов. В Краснодаре призывы адвоката Михаила Беньяша защищать бесплатно задержанных на акции людей коллегам. Ленинский районный суд столицы Кубани приравнял к призыву выходить на улицы. Защитника отправили на несколько суток под админарест. И что символично в город Усть-Лобинск. Это вотчина кремлевского олигарха Дерипасха, который также был героем антикоррупционных расследований. Алексея Навального. Приходят не только за адвокатами, но еще и за независимыми журналистами. Московский городской суд сократил до 15 суток срок админареста, но не отменил. Его главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову. Его привлекли к ответственности за ретвит шутки, в которой была указана дата митинга в поддержку Алексея Навального. Моя сегодняшняя собеседница. На прямой связи из Москвы. Алина Данилова, менеджер проектов московского офиса «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Алина, еще раз приветствую. И вот у меня такой вопрос. Я так понимаю, что у «Открытой России», как у правозащитного движения, конечно же, много времени уходит на изучение ситуаций, связанной с вот этими вот админ-задержаниями, многие из которых, ну, просто ни в какие рамки не мести. Например, в частности, сегодня только была на лентах информагентства информации о том, что девушку с симптомами коронавируса все равно арестовали. Вот на ваш взгляд, вы собираете данные, которые там происходят? То есть что наиболее вопиющее, ну, мной сейчас не упомянуто, например, вам бросилось в глаза? Добрый вечер. Да, конечно, мы следим, мы собираем информацию, в частности, потому что есть «Открытка» как политическая организация и есть правозащитная организация «Правозащита Открытки». Мы формально организации разные, но, тем не менее, тесно общаемся, поддерживаем друг друга и даже мы следим за тем, что происходит в «Правозащите». Также у «Открытки» есть бот в Телеграме, в который люди обращаются абсолютно со всеми вопросами. Чаще всего это как раз-таки вопросы на правозащитную тематику, как найти моего друга, мужа, брата, которого арестовали, как сделать передачку в спецприемник, как защищать себя в судах. И, конечно, нам пишут о многих случаях такого беспредела со стороны силовиков, и мы остаемся в курсе 24 на 7. Но я лично отвечаю в этом боте даже ночью. Из самых вопиющих случаев, которые лично меня очень глубоко задели, во-первых, это молодая девушка, волонтерка штаба Любови Соболь по имени Алена Китаева, которую полицейские пытали в отделе полиции. Они ее задержали вместе с другими ребятами, которые были на митинге, отвели в комнату закрытую, где не было видеокамер. И вчетвером четверо мужчин полицейских надели ей на голову пакет из пятерочки и стали душить. И сказали, что ей нужно обязательно разблокировать свой телефон. Они на нее кричали, они ображали ей уголовными делами, они несколько раз ее били, душили потоком, все ради того, что она разблокировала свой телефон. И что самое ужасное, во-первых, в этих пытках участвовал всем известный сотрудник Центра по противодействию экстремизму Алексея Копны, которого в том числе к некоторым политическим убийствам тоже причисляют и негласно считают в них виновным. То есть очень страшно, действительно очень страшно. Затем Алену повезли в суд. Суд ее арестовал, кажется, на 10 суток. То есть она в ужасном состоянии, ей нужен психолог, ей нужен в травмпункт, ей нужна скорая помощь. Но ее отправляют в спецприемник. Когда она едет в спецприемник, ее заставляют полгать руками автозапт, потому что он встает, застревает в снегу. Короче, какая-то совершенно ужасная ситуация. И еще из случаев меня поразило, что так как в спецприемниках абсолютно закончились места, к нам пришло в год видеообращение от людей, которые сидели в автозаке уже двое суток. То есть на морозе в Москве минус 15 градусов. 48 часов им не дают ни еды, ни воды. У них нет никакого тепла в автозаке. Они просто там сидят, их не выпускать даже в туалет. Вот это просто, на мой взгляд, что-то невообразимое, невероятное. Такого никогда не было. И это абсолютно ужасное мерцание. Конечно, мы со своими коллегами боремся. Мы стараемся подавать ей заявления по этому поводу. Их нарушают члены ответственных наблюдательных комиссий. Я лично общалась с комитетом против пыток по поводу Алены, девочки, которые душили пакетом. И все вместе стараемся как-то этому противодействовать, потому что иначе просто невозможно. А, ну вот справедливости ради тоже не могу не спросить, поскольку у вас была возможность видеть... Мы сейчас все говорим, что происходит уже по следам задержания. Но именно как можете оценить поведение полиции на московских улицах в те два раза, когда люди выходили в поддержку Алексея Навального? Насколько полиция была агрессивна? Полиция вела себя достаточно адекватно в самом начале акта, когда они, видимо, не понимали, что происходит, что будет происходить, и у них не было указаний на этот счет. То есть какое-то время они очень долго людей просто не задерживали, что 23-го, что 31-го числа. Но потом, когда они понимали то, что их количество только увеличивается, они не собираются никуда уходить. Пустите, у меня тут кошка мешает. Кошке всегда, наоборот, приятно в кадре выглядят. Давайте попросим режиссеров показать кошку. На мой взгляд, чудесная. Очень хочется часто просто. Хорошо. Ближе к середине акции всегда полиции, видимо, приходило указание задерживать, и задерживать жестко. Поэтому начинались задержания, вытеснения, оцепления. Огромное количество ОМОНа просто бежало на людей, теснило эту толпу. Я сама была в толпе, которую так пыталась оттеснить ОМОН. Что самое страшное, мы были на ступеньках подземного перехода, и люди буквально вывалились в этот подземный переход. Мне там с трудом тоже удалось удержаться. Это было действительно достаточно жутко и страшно. И потом, когда люди стали уже расходиться на группе, разбредаться по улицам центра города, тогда полиция поняла то, что эти группы уже не такие, видимо, мощные, страшные, и поэтому их ловили в переулках и задерживали прям целыми толпами, паковали в автозаке. Были избиения, были совершенно страшные нападения на журналистов. Моего друга-корреспондента издания Автозак Лайв полицейский ударил электрошокером и дубинкой, хотя Никита был в жилете прессы, таком ярко-желтом, и у него была большая пресс-карта на груди. Я не понимаю, насколько это было намеренно или случайно, но это, когда избиения касаются даже журналистов, это совершенно что-то невероятное. Ну и, конечно, сотни, просто сотни избитых протестующих. Куча видео из автозаков, где люди снимают, как силовики избивают других людей. В сеть попало несколько видео, где видны даже какие-то жетоны у сотрудников полиции, видны их лица, видно, как они потом заметили камеру и попросили не снимать. Все эти описания жестокостей наполнили интернет в последнее время, поэтому полицейская брутальность была такая особенно сильная в этот раз. Ну и справедливости ради еще был случай в Петербурге, когда полицейские допрашивали 11-летнюю девочку, но это уж совсем просто что-то не передавали. Да, да, задерживали школьников даже. Да, причем многих, которые вообще не имели отношения к акции, поскольку я понимаю, что сейчас такой нарратив пытаются федеральные российские телеканалы продвигать, что, мол, это была акция, на которую якобы пришли исключительно школьники, хотя, в общем-то, школьников там по разным... Если просто проанализировать количество задержанных, меньше 5%, а как раз большое количество людей там было моего возраста, мне 33, да, я думаю, что, в общем-то, вполне себе возраст, в который люди имеют право выходить на улицу. Я вот давно перестал быть школьником, но все равно вот такую идею пытаются продвигать. Алина, смотрите, вот такой момент тоже очень важный. Часто, когда говорят про жестокое поведение полиции в России, такие аналогии делают с милицией в Беларуси. Там даже был печально известный изолятор Акрестина, в котором кое-кого даже успели убить. Вот сейчас, по вашим наблюдениям, люди, которые именно находятся в местах для админ задержанных, подвергаются каким-то пыткам? Либо, ну, пока что пытка — это 30 человек в камеру на 10? В Москве, собственно, всегда с этим было проблем меньше, чем в регионах, хотя, конечно, тоже были. Потому что очень большое как общественное внимание, так и достаточно сильный состав членов ОНК города Москвы, которые... Общественная наблюдательная комиссия, да. Да. В Москве, конечно, с нарушениями всегда было попроще. Но в регионах были самые настоящие пытки. Например, были новости о том, что девушек заставляли раздеваться то ли до нижнего белья, то ли до гола. Да, в Казани. Мы хотели полиции, да, в Казани, чтобы досмотреть. Хотя это незаконно, когда смотрят, выходить не должен. И, по крайней мере, там должны присутствовать сотрудники того же пола, что и кого обыскивают. Это тоже было нарушено. Также тоже из Тарстана мы видели видео, как люди в ряд лежат на полу, на асфальте лицом вниз, и силовики ходят в ряд, их избивают. Это картина абсолютно просто из Окрестина. Точно такая же. Да, ну и что же, мне кажется, мы подошли к еще одной важной теме, которую сегодня нужно обсудить. Она связана с новостями, которые случились гораздо позже, чем митинги. Однако пройти мимо них нельзя. К слову про отравление. Транспортная полиция Томска отказалась передать в Следственный комитет материалы о том, что случилось с Алексеем Навальным. Напомним, уголовное дело до сих пор не возбуждено. Ну а по соседству с этим сибирским городом на прошлой неделе случилось ЧП в Омске. Там в больнице скорой медицинской помощи находился Навальный после отравления. Так вот, на 56-м году жизни в этом учреждении скончался заместитель главного врача Сергей Максимишин. Как сообщается, это он занимался лечением лидера российской оппозиции. Максимишин работал в больнице с 92-го года. Руководил разработкой и внедрением методик лечения больных с острыми нарушениями мозгового обращения, находящихся в критическом состоянии. На сайте БСМП, больницы скорой медицинской помощи, причина смерти не указана. Пресс-секретарь Минздрава Омской больницы Галина, прошу прощения, Омской области. Галина Назарова сообщила, в этом году у Максимишина умерли родители из-за переживания у него случился сердечный приступ. Она добавила, что медик умер в своей реанимации, в которой и работал. Напомним, отравление новичком вызывает обычно симптомы, напоминающие сердечную недостаточность. Алина Данилова из Открытой России, на прямой связи из Москвы. Обсуждаем все эти новости. Алина, я понимаю, что это из разряда черного юмора, но тем не менее, а вам не кажется, что просто вслед за вот этим врачом неожиданно могут умереть химики боевые? Или еще кто-то? Ну, если честно, я буду абсолютно не удивлена, потому что наша власть расправляется с людьми, собственно, со всеми одними и теми же методами, судя по всему. Это все попытка прикрыть каким-то естественным образом, якобы смерть была каким-то естественным образом, но причины смерти почему-то не раскрываются, не выясняются, люди исчезают, и все эти люди оказываются внезапно чем-то связаны, чем-то одним. Поэтому, соответственно, конечно, к сожалению, все может быть. У нас очень страшная власть, у нее до сих пор есть, бы не вы, действительно, яды в наличии, хотя они обязались давно их уничтожить. Очевидно, уже по многим признакам и расследователи показывают, и, собственно, опыт даже последних половины года с Алексеем Навальным показывает то, что именно такими способами они, к сожалению, избавляются от людей, которые так или иначе кажутся опасными. Это наша реальность, нужно это признать. Поэтому я уже ничему не удивляюсь, правда. Вы упомянули Алексея Навального. Как полагаете, есть ли основания беспокоиться, если, ну, что называется, режим сошел с катушек, что в колонии, либо в СИЗО ему также может угрожать какая-то опасность, физическая просто опасность жизни, либо после такого резонанса, который возник, все-таки Кремль постесняется его убивать. Вопрос, скорее, от догадок и ощущений. Мы не можем спрогнозировать, что сделает кто-то, выживший из ума в погонах, кто уже давно сидит на руководящем посту в Кремле. Но, тем не менее, вы бы удивились, если бы ситуация пошла по такому пути? Я все-таки склонна верить, что большой общественный резонанс и внимание, в том числе, с глав других государств, от других стран, от негосударственных организаций мировых, все это внимание, которое приковано к Алексею, оно его, ну, разумеется, защищает. Потому что стоит только представить, какие могут быть последствия, какие санкции и насколько ухудшится отношение всех стран с Россией, если с Алексеем что-то произойдет. Но, с другой стороны, мы понимаем то, что когда человек находится в России, под российской юрисдикцией, он уже в опасности и может погибнуть от рук нашей власти. А когда он находится в самом закрытом учреждении вообще в России, практически в тюрьме, более закрытый только психдиспансер, наверное, с ним может тоже произойти абсолютно все, что угодно. Мы об этом даже практически не узнаем. Потому что есть заведения, в которые не всегда допустят даже адвокатов, хотя право на защиту есть у всех людей. Просто скажут то, что там нет свободных кабинетов или даже там Алексей Бог себя чувствует и не может выйти, и все такое. Такое уже было с СИЗО Лефортова. Там подзащитным не давали видеться со своими защитниками. Боюсь, что пока Алексей находится в руках властей за решеткой, мы можем абсолютно точно за него опасаться. Но я все-таки верю, что общественный резонанс уже очень велик. Он будет нагнетаться и далее. И каждое распространение информации о нем, это помогает и спасает. Потому что фокус держится на нем, как на самом сейчас важном политике страны. Да, как сейчас уже говорят, политзаключенный номер один. Раньше это был Михаил Ходорковский, теперь Алексей Навальный. Вот, кстати, по поводу... Ну, тут как-то одна важная тема всплыла по поводу тюрем и учреждений, куда еще сложнее попасть адвокатам. Их сейчас туда вообще не пускают. Это психиатрическая больница. Насколько мы понимаем, обратно происходит возрождение карательной психиатрии. Пример с тем же этим несчастным шаманом, который вышел из Якутска. Но я до сих пор для себя не смог ответить на вопрос, неужели в Кремле вот прям всерьез воспринимают, что если он дойдет до Москвы, он их свергнет? Это уже напоминает какую-то тотальную паранойю. Это абсолютно сюрреализм. Ну, то есть, казалось бы, кого может напугать человек-шаман? Он один. У него даже нет там какой-то топы союзников невероятной. Он просто один идет пешком в поход на Кремль. И если наша власть боится даже одного такого шамана, одного такого человека, то у меня большие вопросы к нашей власти. И очень становится сильно ее жаль. Хотелось бы, чтобы вот этими силами, руками, скажем так, в стране решали действительно актуальные проблемы. Занимались преступлениями, то есть реальными преступлениями. Не политическими, не инакомыслием. У нас там воровство, бедность и прочее-прочее. Но, к сожалению, все силы направлены у полицейских, у следователей и так далее на то, чтобы ловить в том числе шаманов, например. Это правда очень жаль. Ну вот, кстати, да, если обратиться к ленте новостей, буквально сейчас даже процитирую. Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о повторной принудительной госпитализации Александра Габыша. Вот буквально, вот, с пылу, с жару. Такие вот новости. Мы буквально через две минуты должны будем уже уходить на короткий перерыв. Алина, у меня будет, точнее, на длинный перерыв, после которого будет уже интерактивная часть. Алина, у меня к вам такой вопрос. Просто для наших зрителей в Канаде и США это не совсем очевидно. Алина, можете рассказать, насколько это рискованно в России заниматься оппозиционной деятельностью? Насколько я понимаю, вы, ваши коллеги, часто являетесь, скажем, такой мишенью. Еще до... Мы сейчас даже не обсуждаем уголовные дела, которые периодически происходят. В обычное время, я так понимаю, что слежка для вас это нечто обыденное. Да, это стало уже абсолютно привычно. Конечно, поначалу это кажется неестественным и страшным, когда ты замечаешь за собой наружную слежку, когда за тобой действительно ходят одни и те же люди, ездят в машины, караулят у дома, провожают на работу. Когда на все наши мероприятия... Когда у нас еще были мероприятия, когда не было пандемии, приходили сотрудники Центра С, камеры, снимали нас из-под тяжка. Когда мы проводили форумы, мероприятия в других регионах, ездили по стране, каждый раз у нас прослушивали телефоны, за нами была очевидная наружная слежка и так далее. Мы, как сотрудники и члены открытки, мы постоянно живем под угрозой уголовного дела о нежелательной организации. Ну, там механика такая, то, что сначала две административные статьи о нежелательной организации, и затем третья заводится уже уголовное дело до шести лет колонии. Также, разумеется, мы находимся под опасностью всех этих статей о митингах, которые сейчас тоже приводят к уголовному делу. Здесь 12-я статья, Датинская, по которой Константин Котов тоже сидел. Недавно, в декабре, только освободился. Статьи о непоминовении полицейскому, например. За это могут буквально в любой момент поймать на улице, задержать и затем арестовать до 15 суток. Уже подходит время рекламы. Мы продолжим об этом говорить во второй части интерактивной программы. Только напомню, что телефон прямого эфира 718-303-9090 доступен также для ваших комментариев. Публичная страница на Фейсбуке. Данил Русаков через W на конце под постом от трансляции. Сдавайте ваши вопросы. Как бы нам не хотелось, чтобы он исчез, КОЗ-19 все еще вокруг нас. Поэтому все мы должны по-прежнему носить лицевые маски, соблюдать физическое дистанцирование, иметь руки и, как всегда, оставаться дома при плохом самочувствии. Некоторым группам жителей НВС предоставляется вакцинация от COVID-19, но еще не время отказываться от защитных мер. Дополнительную информацию можно получить на сайте nyc.gov. slash health slash coronavirus. Всегда, а в особенности сейчас, приоритетом для Фидели Скер является здоровье и благополучие жителей нашего города и штата. Вот почему Фидели Скер хочет, чтобы все знали, от получения качественного медицинского страхования вас отделяет всего лишь один звонок по телефону или один выход в интернет. Мы всегда рядом с вами. Слушайте новости от Фидели Скер в программах на радио Дэвидсон. Если вам трудно оплачивать счета за отопление, National Grid предлагает программу Home Energy Assistance Program или HIP. HIP – это государственная программа помощи, которая помогает оплачивать счета за отопление. Это не суда, и вам не нужно будет возвращать полученные деньги. Но имейте в виду, что количество грантов ограничено. Чтобы получить больше информации, посетите веб-сайт ngrid.com, касая черта RUSS.